В загородном клубе «Журавка» активно готовятся к масштабному, ставшему уже традиционным этнофестивалю. Забавные фигуры из сена, шатры, столики, сцена, детская площадка, озеро. Здесь есть всё для запоминающегося семейного отдыха на природе. Это будет выступление различных ансамблей. К нам приедет «Красная горка», «Фолкстар», они будут развлекать наших гостей. У нас будет работать летняя кухня, будут работать шашлыки, овощи, различная зелень. Овощи и зелень, кстати, нашего огорода. У нас есть свой огород, свои плодовые деревья. Любителям рыбной ловли скучать не придётся. На этом живописном озере в Журавке состоится этнорыбалка. Для детей будут работать детские площадки с аниматорами и аквагримерами. По традиции в рамках этнофестиваля откроется ярмарка мастеров, где можно будет приобрести необычные украшения и сувениры. Организаторы фестиваля подготовили множество конкурсов и развлечений. «Радио «Удача» приглашает всех принять участие в караоке-шоу «Кинохит», который мы будем проводить для всех участников этнофеста, который здесь проходит в загородном клубе «Журавка». Друзья, с огромным удовольствием эти майские праздники начнём вместе в компании «Радио «Удача».» Самое яркое событие фестиваля – конное шоу. В нём примут участие больше десятка лошадей разных пород. Опытные всадники продемонстрируют своё мастерство верховой езды. «У нас наша красавица Пегая Палитра. Она у нас в прошлом году выркала чемпионат Брянской области. Она прыгнула метр пятьдесят. Это такое вот её достижение. Она красавица, она душа всех деток. После конного шоу можно будет прокатиться как на ольских пони, так и на верховых лошадках, все желающие, как детям, так и взрослым». В «Журавке» очень много самых разных животных. Все они находятся на территории, и гости фестиваля вместе с детьми смогут посмотреть и на пушистых, и на пернатых обитателей загородного клуба. «В загородном клубе «Журавка» есть прекрасный контактный зоопарк, который можно посетить вместе с детьми. Не только посмотреть на животных, но и так подержать их на руках». «Журавка» ждёт всех желающих. Ярко и интересно провести воскресный день на природе, в живописном месте и в приятном окружении. Этнофестиваль подарит новые впечатления и взрослым, и детям. Екатерина Зойдина, Евгений Седачёв. События. Навлинский район.